Вячеслав Викторович Для меня, для любителей футбола большого Если бы вот про вас сняли фильм, с чего бы он начинался? Я думаю, с папой он начинался Потому что когда я начинал тренироваться Я слышал отголоски о том, что отец был трудоголиком То есть он тренировался до изнеможения Мне все время очень хотелось, чтобы когда-нибудь так сказали про меня Вячеславу было суждено стать по жизни вратарем В роддом его пришли забирать три вратаря Великий Яшин, знаменитый Алексей Петрович Хомич И его папа Виктор Гаврилович Оба сына легендарного вратаря Виктора Чанова И герой нашего фильма Вячеслав И его младший брат Виктор Стали отличными голкиперами Теперь династия Чановых известна на весь футбольный мир Но начиналось все далеко не так радужно Когда Чанов-старший впервые привел сына на тренировку На меня посмотрели Во-первых, я сын вратаря, роста я не маленького Это было основное Будешь играть в воротах Мне хотелось сказать, что я не хочу Я хочу быть нападающим И поэтому я там полгода И больше вообще на тренировке не появлялся Говорил, что я иду на тренировку На самом деле я шел по городу, гулял Тренер сказал, что из него ничего не получится А через год я оказался в юношеской сборной страны Наградой, которой я очень горжусь Потому что я знаю, что такое труд шахтеров Кубок Ульфа За это при тренером команды ЦСКА Было присвоено всем звание Заслуженный тренер России Сын легендарного голкипера Виктора Чанова Вячеслав дебютировал в Донецком шахтере Тогда ему было 19 лет Не сразу все заладилось Была конкуренция И как-то в то время больше доверяли Именно возрастным вратарям Перспективного голкипера Звали в Спартак и в другие клубы Но он отказался и только в 78-м Решился на переход в Торпедо Именно там он стал вратарем высочайшего класса По сути дела я стал тем Чановым Которую знают как вратаря Викторич, будучи вратарем Торпедо Совершал суперспасение Как он смело и четко играл на выходах Они были в стиле современного футбола Надежный Именно это слово Идеально характеризует Вячеслава Чанова Высокий рост Моментальная реакция Интуиция 14 отбитых пенальти Всесоюзный рекорд говорит сам за себя Так жизнь сложилась Что я Ушел из Торпедо Перешел в Спартак А Слава остался в Торпедо Так вот Слава сразу завоевал место В основном составе Вытеснив Толя Зарапина Из основного состава И дальнейшее его продвижение Карьера его Как основного вратаря Она все было более стабильное И он всегда играл И привлекался за сборную команду Национальную СССР Я играл, помню, против сборной ГДР Мы играли молодежной командой Где-то минут за 20 В общем, 20 минут без ключицы Играл И сшивали И нос собирали Сотрясений было достаточно много Было и в бессознательном состоянии Как бы увозили Все это было И шесть сломанных ребер В одном матче было И палец сделали из ребра новый Два раза мне сказали врачи Что я должен закончить с футболом На самом деле дотянул до последнего До 44 лет И когда я первый раз услышал Что он как отец Для меня это считалось Как высшая похвала В 98 году Я пригласил Вячеслава Викторовича На должность директора Детско-юношеской спортивной школы Приолит Город Ревутов Он с удовольствием откликнулся На мое предложение И вот тогда у нас родилась Идея-мечта создания школы Вратарского мастерства Ну так сложилось в жизни Что Вячеслав через год ушел С СССР Мне поступило предложение Пришел на тренерский мостик Александр Тарханов Еще не было у нас в стране Тренера вратарей И вот он решил первым В общем позвал меня С того момента Там с небольшими перерывами Я 25 лет отдал клубу Он научил меня воспринимать Игру в воротах совсем по-другому То есть раньше это было как Можно сказать как наказание Потому что ты всегда пропускаешь Всегда виноват Всегда плохо А он научил смотреть меня На игру в воротах В психологическом плане Совсем по-другому Важно, чтобы ты мог пропустить Немного меньше Вратарь это психология на 80% Не бывает такого вратаря Который бы мог сказать Что я никогда не ошибался Это у вас обман Просто кто как выходит Из этого Я столкнулся с Вячеславом Викторовичем Непосредственно уже В футбольном клубе ЦСКА Когда он работал Тренером вратарей На тот момент Там был и Игорь Акимфеев Совсем еще юный Ему было 16 лет Вениамин Мандрекин Спокойный Рассудительный Старается не подавать вида Когда переживает Но у него это очень плохо Получается всегда Поэтому он всегда переживает И когда Вячеслав Викторович Сидел на скамейке В ЦСКА И вообще, да Когда ты на него смотришь Когда он начинает Поправлять свою прическу Значит Вячеслав Викторович Нервничает Поэтому Старались его не подводить Не только я Ребята Которые играли Под его руководством Тренировались Ну Если Вячеслав Викторович В таком добром здравии Поэтому Я думаю Что нам удалось Сохранить Нашего папу Вячеслав Викторович Он просто раскрыл Его Как вот Да Как розу Которой нужно было довериться И вот пошло На протяжении Уже скольких лет Он остается Игорь Остается номер один Это мое личное мнение То, что я видел Журналисты начали писать Что росту его не подходит Вес не тот И так далее Ну вот Потихоньку Людям объяснили И я тогда говорил Мы продолжаем А там посмотрим Вот Вот вам и результат Называется Вроде бы не те Да Рост не тот Вес не тот И так далее А сейчас Пожалуйста За Какое долголетие Его в футболе И сколько Все рекорды страны Они переписаны Только пока на одну Фамилию Когда я попал В основной состав Все было легко Четко Грамотно Вот И все те подсказки Которые он и говорил Пришлось Воплощать В действии Поэтому Конечно Благодаря ему Я стою перед вами Сейчас Благодаря тандему Чанов Акинфеев В Реутове Появилась Академия Вратарского Мастерства Чтобы учиться У лучших В Подмосковье Приезжают Спортсмены Со всей России В нашей академии Мы проводим Линию Вратарскую От Линии СССР То есть От того Лучшего Что было Как у того же Льва Ивановича И дальше Больших Вратарей Наших Сохраняя То что было И дополняя Современными Два года Как бы Не было Финансирования И они Тренеры Держались Вот сказать К заслуге Славы Опять-таки Насколько верили В него ребята И два года Фактически Не получали Зарплаты Сколько это было Нервов Сколько это было Переживаний Сколько это было Выпито валерьянки С кровололом Вот И Всякие Гипотензивные Средства Я даже уже Перечислять не стану Он теперь радуется Он приходит Говорит Теперь машина пошла Очень много ребят Приезжают Например У нас Сейчас Приезжают Из Сургута На неделю Недельные циклы Там Белгород У нас Из Тулы Приезжают Три раза в неделю Мальчики Когда они приезжают На первую тренировку Большинство из них Их Извините за это слово Трясет Они так волнуются И вот В этот момент Как раз здесь Наше общение И свое Мое в частности Там подойдешь Обнимешь Что-то рассказываешь Успокоишь Что-то поговоришь И смотришь Начало тренировки Он как бы никакой Как всегда говорят А в конце тренировки Оказывается Он что-то умеет Я ни разу в жизни Не слышала Чтобы он матерился Ни дома Нигде Он никогда Не выходит Из себя Если он Начинает Злиться Если что-то Не по его Это делается Вот так Это собирается Молчит Молчит Да я все Понял Прежде всего Это уделяется Внимание Полевым Игрокам Как команда Раскладывается И так далее А вот Чисто вратарского Обычно Времени Не хватает Максимально 10-15 минут Дальше Они переходят В общую В общую Группу Так скажем Наша академия Она выглядит Совсем по-иному Мы Даем Только чисто Вратарские Упражнения Народ все Пребывает И пребывает Поэтому Мы должны Дать Детям И родителям Которые приводят Своих детей Раздевалки Души хорошие Комната для теории Какие-то там Я знаю В плане Там и отель Мини-отели Есть в проекте Поэтому Если это все будет И действительно Нам помогут До конца Все это сделать Я думаю Что Во-первых Для города Это раз Будет Очень хорошо Во-вторых Сама академия Она будет Наверное Давайте так скажем Ей равных Вообще не будет Конечно же Нам необходимо Большое поле С подогревом С хорошим освещением С хорошей Гостиницей Вместе с Правительством Московской области Вместе с Андреем Юрьевичем Воробьевым Мы прорабатываем Возможности Создания Такого Поля Ремонта Его Соответственно Подготовки Гостиничного Комплекса С трибунами С подтрибунными Пространствами Для нас Конечно же Это будет Большим Подспорьем В развитии Нашего И футбола И вратарского Мастерства На сегодняшний день Запланированы Финансовые средства В программе Правительства Московской области И я уверен Что в скором времени Мы уже приступим К реализации Данной программы У меня Где-то Около Семнадцати Моих учеников Они Сыграли В сборной России Плотников Новосадов Кто у нас Сейчас Последний Габулов Акинфеев Веня Мандрекин Сослан Джанаев Конечно У таких Заслуженных Мастеров Как Вячеслав Чанов Грех не спросить А что происходит С нашим футболом И как выйти На достойный уровень Конечно Это вопрос На целый фильм Но все же Побольше внимания Уделялись Все-таки Больше Еще раз повторяю Детскому футболу И особенно Тренер Который Здесь Потому что Тренеры Детские Они практически Вот на этом поле С утра до вечера Находятся Во многих странах Даже Не секрет Что зарплата Детского тренера Выше Чем Тренера Команды Моя жизнь Она всегда В движении Была Есть И надеюсь Будет Я считаю Что Тот путь Который Он выбрал Слава Да Это именно Его жизнь Это его Призвание И Вот сейчас Когда Мы подходим К его Юбилейной Дате Считаю Что Жизнь И карьера Футбольная А не только Футбольная Но и сама жизнь Она ему Удалась Его линия Это всегда Напрямую Безо всяких Поворотов И камня За спиной Это всегда Прямо Честно Вот Цитирует он Также Из рыцарских Романов Что говорит Я рыцарь С открытым Забралом Я мяч Не предавал И мяч Меня не должен Предать Хорошо 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 Редактор субтитров Корректор А.Кулакова